Бадарское сражение. Мушрики стали принимать мусульман теперь всерьёз. Отныне их караваны ходили в сопровождении надёжной охраны. На второй год хиджры мушрики-мекки отправили караван, состоящий из тысячи верблюдов, в Дамаск. Возглавлял караван авторитетный среди мушриков Абусуфьян. Караван охраняли около 40 стражников. Торговцы должны были продать весь товар и купить на все деньги оружие, чтобы воевать против мусульман. Услышав об этом, мусульмане решили помешать этому. Но узнав, что караван уже прошёл мимо них, стали ждать его возвращения. Об их возвращении должны были сообщить Тальха бин Абдулла и Саид бин Зайд. Пророк саллиллаху алейху ассалям наставил имамам в Медине Абдуллаха бин Умми Мактуна и ещё семерых сподвижников, среди которых был и Усман, да будет доволен имя Аллах. Мухаджир и ансары в составе 305 человек вышли в путь 12 числа арабского священного месяца Рамадан. Бадр был местом, соединяющим дороги Мекки и Сирии. И подростки, и женщины все хотели принять участие в Бадрском сражении. Умму Варака тоже хотела быть вместе со своими братьями-мусульманами, помогать хотя бы раненым и больным, если даст Аллах, стать шахидом. Благословенный пророк саллиллаху алейху ассаляма отказал ей, но порадовал её тем, что она станет всё-таки шахидом, и велел ей заниматься чтением священного Корана у себя дома. Брат Саада бин Абдулакаса, Умайр, тоже захотел сражаться, но ему было всего лишь шестнадцать лет. Пророк саллиллаху алейху ассалям хотел его оставить в Медине, но Умайр заплакал, и благословенный пророк не смог ему отказать. Флаг благословенного пророка алейху ассаляму несли ему Саад бин Умайр, Саад бин Муаз и благословенный Али, да будет доволенными всеми Аллах. У сподвижников были всего лишь две лошади и семьдесят верблюдов, поэтому в пути садились все по очереди. Пророк саллиллаху алейху ассалям садился по очереди с благословенным Али, Абу Лубаба и Марсадом бин Аби Марсад, не слушая их протесты и считая себя равным с ними. Они умоляли его не слезать, твердя, что готовы ради своего господина все время идти пешими, но посланник Аллаха саллиллаху алейху ассалям никак не соглашался. Несмотря на жару пустыни, все участники похода продолжали соблюдать пост, поскольку был священный месяц Рамадан. Пожалев их, любимец Всевышнего Аллаха алейху ассалям помылился своему Создателю, чтобы все они по воле Аллаха получили довольствие и этого мира, и мира будущего. Сподвижники следовали за ним ради Всевышнего Аллаха, чтобы порадовать своего Создателя и его любимца и в надежде стать шахидом и попасть в рай. Когда караван неверных прибыл в Бадр, Абу Суфьян заметил следы разведчиков и изменил маршрут каравана. Мушрики испугались мусульман, и Абу Суфьян отправил Дамдама бин Амр-Гефари уведомить мушрика в Мекке о близкой опасности. В Мекке мушрики собрали семьсот всадников на верблюдах, сто на лошадях и пехоту из ста пятидесяти человек. Абу Ляхаб боялся мусульман и, притворившись больным, остался в Мекке. Умайя бин Халяв тоже вначале не осмелился пойти в Бадр, поскольку услышал от пророка сказавшего когда-то «Мой асхаб убьёт Умайю». Целью похода была не только защита имущества. Главной их целью было уничтожить исламскую религию. Мушрики выступили в поход в сопровождении женщин, которые пели песни и плясали. Но к этому времени опасность для мушриков миновала, поскольку караван отдалялся от Бадра и направлялся в Мекку. По крайней мере, так подумал Абу Суфьян и отправил Кайса бен Имруль Кайса к мушрикам с хорошей вестью сказать им, чтобы возвращались назад и не входили в конфликт с мусульманами, поскольку это очень опасно. Однако, поняв, что опасность миновала, Абу Джахаль решил проявить показное геройство перед племенами, живущими вокруг Бадра. Он предложил добраться туда и веселиться там три дня и три ночи, принести в жертву верблюдов и показать всем, что мушрики никого и ничего не боятся.